Здравствуйте! У нас сегодня очередное мистическое видео ТОП. Я надеюсь, вы этого очень ждали. Приятного просмотра! Ютубер Вероника Шеннон сказала, что испытывает ужасный страх в своем доме из-за паранормальных вещей. Она слышала и видела странные вещи по всему дому. После этого она установила камеры видеонаблюдения, и они кое-что записали. Сначала на камеру попало странное свечение и некоторые непонятные звуки. Плюс ко всему камера сама по себе двигалась. Но вскоре Вероника начала замечать еще больше странных вещей благодаря камерам. Она даже рассказала об этом двум своим друзьям. А ее сыновья начали просыпаться около трех часов каждую ночь с криками. Дальше стало происходить еще больше странностей. Однажды ночью у Вероники стало слишком страшно, потому что она слышала из пустой комнаты странные шорохи и голоса. Она решила позвать своего друга, который живет неподалеку. Он пришел, все проверил, но ничего не обнаружил. В комнате, когда мужчина туда заходит, на самом деле никого нет, и рядом с ним тоже. Он в комнате абсолютно один. Что это за образ человека находится рядом с мужчиной, непонятно. Но все выглядит так, будто этот образ это на самом деле старый человек, но только он непонятным образом появляется из воздуха и растворяется в нем. Вероника и ее друг думают, что это дух предыдущего владельца дома решил дать знать о себе. Однажды ночью Вероника и ее друг решают провести спиритический сеанс в доме, но все идет не по плану. Вероника просит повернуть камеру, если в комнате сейчас находится призрак и камера поворачивается. Она спрашивает, находится ли сейчас кто-нибудь в комнате детей. После этого вопроса в другой комнате ее дети начинают плакать. Когда Вероника спешила к своим детям, пока те плакали, дверь не открывалась и ее будто кто-то держал с другой стороны. Позже выяснилось, что дверной механизм работает исправно, но до сих пор не ясно, что это было. Хотите верьте, хотите не верьте этой женщине. Лично я думаю, что одинокая женщина с двумя маленькими детьми не будет специально что-то подстраивать. В нее и так полно забот, и ей не до этого. Это жуткое видео было загружено в Facebook. Видео было снято в нерабочее время в ресторане в Южной Калифорнии. Один из барных стульев начинает двигаться, причем в этот момент в помещении никого нет. Затем стул внезапно опрокидывается. Многие люди, посмотревшие это видео, писали в комментариях, что думают, что там происходит нечто паранормальное. Спустя неделю в Facebook было загружено еще одно видео с камеры наблюдения в этом ресторане. На этот раз все случилось в середине зала полного гостей. Неожиданно сам по себе приподнялся и резко опустился стул, будто его кто-то двигает. Несколько посетителей становятся свидетелями странных явлений. Одна посетительница была слишком удивлена, она решила встать и проверить стул. Многие зрители непреклонны и считают, что все действия на этих двух видео вызваны чем-то сверхъестественным. Даже один из совладельцев считает, что в ресторане обитает как минимум два призрака. Он думает, что эти два призрака – это два самых первых владельца этого места. Хозяева этой квартиры начали часто замечать проявления полтергейста. Около телевизора начали часто сами по себе падать вещи. И вот однажды они установили камеру напротив телевизора, чтобы снять доказательства. И вот что в итоге вышло. Около телевизора почти все вещи упали на пол. По словам хозяев, такое начало случаться несколько раз в неделю, и они не знают, что с этим делать. Это видео было снято на камеру наблюдения в Медицинском институте исследований в Индии. В начале этого жуткого видео мы видим инвалидную коляску, припаркованную во внутреннем дворике. И вдруг она необъяснимым образом сама по себе покатилась. И она едет достаточно долго. В конце концов, коляска покатилась к выходу. Директор этого заведения считает, что коляска покатилась из-за ровного пола и ветра. Но другие работники так не думают. Охранник, который все видел своими глазами, настаивал, что в ту ночь абсолютно не было ветра, а во внутреннем дворике было слишком холодно. Охранник и работники больницы верят, что камера сняла самого настоящего призрака. Возможно, что это даже был дух того, кто недавно умер в том месте. После этого случая персонал не хочет работать ночную смену, потому что боится столкнуться с беспокойным духом. Жуткие кадры с призраками все чаще попадают в сеть. Это видео было записано камерой видеонаблюдения, которая была установлена в зале. В зале сидят люди, и все ждут своей очереди, чтобы подойти к окну. У окна уже стоит одна женщина и общается с сотрудником. Ничего необычного не происходит, пока эта женщина не решает уйти. После этого ее начинает преследовать странная тень. Это видео стало популярно в китайском сегменте интернета, его очень много раз обсуждали. Некоторые думают, что это тень самой женщины, другие, что это нечто паранормальное, потому что тень появляется не сразу. Но тем не менее, люди, находившиеся там в тот момент, утверждают, что никакой тени не видели, пока женщина уходила оттуда. Это видео было снято случайно в отеле Calgary. Девочка установила камеру, чтобы записать, как она распаковывает свое новое ожерелье. Но потом что-то пошло не так. Мы видим в отражении в зеркале, как без ведомых на ту причин падают бананы, а дверь сама по себе начала закрываться. В этот момент видно, что за дверью никого нет. А кран в этот момент включился сам по себе, из него потекла вода. Девочка в этот момент еще не успела его включить. Девочка все рассказала своим родителям, и после этого они проверили запись и обнаружили эти странные вещи. Реакция ребенка на все происходящее выглядит настоящей, она поражена всем, что произошло. Не думаю, что маленькая девочка смогла бы это все подстроить, и ей это ни к чему. Что обычно хочет полтергейст от человека, в чьем доме он поселился? Автор ролика написал в описании к этому видео. Я много раз замечал паранормальную активность в своем доме, поэтому решил установить камеры по всему дому. Я слышал эти странные звуки из гостиной, пока устанавливал камеру видеонаблюдения на чердаке. Потом спустился вниз в гостиную. На видео мы видим, как сами по себе падают предметы, и камера вначале дергается без посторонней помощи, как будто все происходит по воле какого-то невидимого существа. Автор ролика думает, что это все проделки полтергейста, потому что видно, что рамка для фото падает слишком резко и неестественно. На сегодня вот и все. Спасибо вам за вашу поддержку и красивые комментарии. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok